сегодня 8 апреля приступаем к огородно-посылным работам пока мы взять культивирует огород я займусь первыми посевами буду сеять укроп салаты натяну здесь парник в этот парник высажу раннюю капусту и цветную рассада которая наросла у меня в теплице у нас уже очень многие в этом году соседи посадили картошку сухая зима сухая весна и в почве совершенно нет влаги хотя по температурным режимом конечно картофель садить еще рано есть такая примета основная чтобы начал цвести одуванчик ну я вчера увидела у меня перед двором тоже одуванчик уже начал цвести как-то резко так появился и зацвел поэтому пришло время и мы начали работы на огороде здесь часть огорода была спахана пару дней назад и действительно почва очень сухая просто рассыпается в песок вот такого я не помню чтобы такое было это все из-за того что нет вообще влаги в почве все придется сеять под хорошее орошение а говорят в колодцах воды тоже мало стало ну чтож пока еще вода есть будем срочно все сеять очертила края грядки резинкой так удобнее ширина грядки 80 сантиметров набила рядочки начале грядки потом здесь будет капуста здесь пойдут салаты укроп опять же капуста и может быть сюда высажу под парник ранее томаты иду по воду все нужно поливать посеяла рукколу посеяла укроп кустовой мамонт который дает много зелени и посеяла салат майская королева высаживаю его уже несколько лет очень нравится мне есть отдельное видео какие красивые головки вяжет этот салат салат майская королева теперь засыплю рядочки сверху пленку полиэтиленовую на несколько дней пока появятся всходы накрыли мы с зятем эту грядку пленкой закрепили края кирпичиками потому что ветра и все это может снести порывом ветра мой зять заканчивает культивировать ту нужную часть огорода и будем высаживать картофель а я пошла в теплицу пока зять культивирует огород зашла в теплицу мои помидорчики высажены уже для плодоношения в теплице моя рассада стоит вроде бы обещают уже с сегодняшнего дня и ночи плюс посерединке здесь будут огурцы с краю грядки решила посеять шпинат у меня там растет должен быть качанный салат хорошенький такой уже здесь посеем шпинат рядочек я уже сделала грядку я прополола поливаем в теплице я стараюсь каждый день увлажнять сеять я буду вот такой шпинат матадор вот такие крупные семена у шпината удобно раскладывать по одному семечку ждем когда впитается вода и начинаем раскладывать семена чтобы сразу росли красивые кустики шпинат желательно не загущать засыпаем рядочек я всегда тяпкой сверху немножко уплотняю посеяли с одной стороны начали чистить курятник весной мы всегда его чистим на зиму засыпали туда толстым слоем опилок за зимний период это все перемешалось с куриным пометом теперь верхние шары снимаем и вот такой вот навоз не чисто куриный помет а перемешку с опилками раскладываем под кусты малины ежевики смородины это те культуры которые очень отзывчивы на внесение удобрений повышается в разы урожайность этих культур за один сезон вот такой вот навоз с опилками хорошо разлагается потому что сверху мы еще засыпем грибным компостом как бы мульчу сделаем эту работу нужно выполнить поэтому вот муж приступил к раскладыванию навоза на ягодники очень важный весенний этап работы если вы хотите получить хороший урожай ягод цветет кизил при том цветет уже наверное с неделю но минус 5 не знаю как скажется на кизиле будет у нас в этом году кизил или нет посмотрим мы очень любим компот из кизила наш самый любимый и все гости к нам приходящие тоже отмечают что самый вкусный компот из всех которые пили даю верху ссылочку на видео можете посмотреть и взять себе на заметку компот действительно получается очень вкусный еще представить насколько он полезно из кизила вообще как говорится нектар все в конце огорода у меня есть два молодых кустах кизила туда уже не пойду а это дерево старое уже лет 30 ему тоже формировала его кусту кусты жимолости полностью в бутонах при том все три сорта а вот посрединке кустик даже уже зацвел но я знаю что жимолость из дальнего востока родом там тоже бывают суровые погодные условия вот интересно она выдержит такие заморозки до минус 5 или нет вот уже средний куст уже весь начинает цвести и вот мой самый маленький это точно помню голубое веретено ну тут еще бутончики я думаю что этот себя покажет хорошо он еще даже не думает цвести только бутончики